Блин, это скоро уже длится полтора часа, какого фига? Что-то мне подсказывает, что супер миньона срисовывали с меня. Прошло, наверное, три часа, обновляю игру и думаю, сейчас буду записывать ролик для вас. Ага, конечно. Египетская сила. Ааа, убейте меня, плиз. По-моему, даже когда вводили 13-ю ратушу, обнова было меньше. Дайте мне дописать этот ролик. Ну что, друзья, всем привет. Честно сказать, здороваюсь я с вами на протяжении трех часов. Просто когда оставалось немножко времени и было написано скоро, я начинал записывать, чтобы, так сказать, моментально записать видосик по обнове. Но, как вы понимаете, продлилось это достаточно долго. Ну вот, я уже в Call of Clans обновил игру и мы можем уже рассматривать полностью обновление, которое мы ждали, блин, наверное, больше трех часов. Это полнейшая жесть. Убейте меня, пожалуйста. Да, это жестко. И самое-то интересное, что я смотрел до этого релизы, ну или просто сливы информации по обновлению. Я понимаю, что в обнове нет ничего такого серьезного. Просто хэллоуинские плюшки будущие, ну как бы новые супер-юниты. Один, кстати, релизнули вчера. Это супер-миньон плюс лысик еще валькирия. Мы, конечно же, их протестируем, но, скорее всего, в отдельном ролике. Либо сегодня немножечко тоже поиграем валькириями. Ну и, в принципе, все. Обнова закончилась. Как бы вы увидели все, что добавили в этот раз. Блин, три часа прошло, капец. Мне не верится, что я сейчас вообще записываю этот ролик. Просто я давно не записывал. Кстати говоря, ставьте лайк обязательно, если вам нравится обнова. Не-не-не, лучше просто поставьте лайк. Просто половине явно не понравится, потому что обнова, по сути, только для высоких ратуш. И по факту просто мелкие добавления. То есть мы теперь сможем с вами усилить супер-миньона и супер-валькирию. Также у нас добавлена прокачечка. Я сразу же это заметил. Ну и, как вы знаете, я был практически фуловый. Поэтому давайте поставим с вами пожилую базу. Мою удобную пожилую базу, где я могу просматривать все, что мне осталось проапать. Да, опять добавили этот гребаный забор, который я качаю, 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 качаю. Ну как качаю? Когда есть ресурсы, но все равно теперь его нужно качать полностью. Все заборинки до 14 уровня. Также теперь у нас в лаборатории добавились новые левлы. Ну это изначально, конечно же, нам разработчики говорили. Но в лаборатории я был фуловый, поэтому покажем вам сейчас, что нужно проапать пеку, гиганта и мага. То есть теперь маг и гигант 10-го левла. Ну и в принципе все, все остальное у меня фул. И да, кстати, зря я прокачал заборинку. Ну хотя ничего страшного. Я еще зафармлю 4 лямчика и на изи смогу апнуть хотя бы одного юнита, так как у меня есть книжица с золотого пропуска. По прокачке строений ничего не добавилось, кроме лагерей. И сегодня я как раз таки хотел записывать ролик для вас, как, ну, хотел показать, что мне осталось проапать. А проапать мне остается только Теслы, Башни Лучниц, 3... Подождите... Блин... Я об этом даже не видел информации. Я думал, что Башни Лучниц у меня теперь фуловые будут. Ну, блин, капец, столько зафунил, думал их. Но мне придется опять качать Башни Лучниц по второму кругу. Но все равно не так уж и много мне остается проапать. Это пушки по 2 раза, Башни Лучниц еще по разу, Теселки и... в принципе все. А, ну да, самое основное, что сейчас вас интересовало, это 300 мест. Соси у тракториста. Понимаете? Три сотни мест. И да, у меня есть один молот, который я явно потрачу. И... это офигеть. Просто офигеть. Это жестко, серьезно. Теперь есть 300 мест. Как-то непривычно, слушайте. Плюс еще клановая крепость. Но это балдежно однозначно. Я не ожидал от разработчиков такого. Просто, по сути, на ТХ-13 этого не требуется. Но это, мне кажется, задаток на будущее какое-то массовое, какое-то гигантское обновление. Я даже не знаю, что сейчас вам еще показать. Потому что больше, по сути, ничего не добавили. Кроме как прокачки. И все, в принципе, акции и супер миньоны. Скорее всего, мы сейчас будем с вами готовить войска и пойдем в бой. Так, что же еще добавили-то? А, новые акции. Кстати, говорят, в магазине есть новые акции. Есть кинг, кинг-чемпион. Помните, как добавляли скин отдельно на королеву, который стоил 700 с чем-то рублей, что ли? И теперь есть скин короля. Я не знаю, буду ли я покупать его или нет. И без понятия. Кстати говоря, новая анимация на героях тоже прикольно выглядит. Ну и плюс еще донатные плюшки. Типа, покупайте. У вас тут есть что прокачать. Обязательно в донате. Нам денежки ваши необходимы. Ну и на этом все. Сейчас я солью, в общем-то, шахтеров, приготовлю войска и будем тестировать, наверное, валькирию. И, кстати говоря, мы же сможем сейчас усилить. Правильно я понимаю? Ну давайте усиливаем. И все отлично. Обидно, конечно, то, что не могу я два сразу усилить юнита. Но теперь есть плюс. Если вы хотите повторно усилить того же юнита, вам не придется ждать целую неделю. В общем, ребят, сейчас мы не будем создавать какие-то миксы. Я просто протестирую валькирии в глобале с разными банками. Банки у меня в первой атаке будут вот такие. Во второй атаке уже мега фан атака. Будет еще и клон спеллов подбавлю. Ну а завтра уже ждите полноценный ролик с миксами с супер вальками. Я надеюсь, за это время что-нибудь придумаю годное. И да, кстати, кому интересны характеристики супер валькирии, давайте посмотрим. И если что, можете потом сравнить с обычной валькирией. Просто я снимал ролик про супер воинов и там я, можно сказать, разоблачил то, что по факту разницы нет. Если вы будете прибавлять количество этих юнитов обычных к супер юниту, то получается плюс-минус одно и то же. Ну а тут же у нас есть один плюс, то что валькирия скидывает еще и рейдж. И ей можно воспользоваться как рейджем, а не только как валькой. Я специально нашел слабого соперника, чтобы просто протестировать валькирий. Если мы будем атаковать фулл прокачку, то там, скорее всего, мы полностью не увидим. Там будет весь деф активный и будет полнейшее мясо. Ну а тут мы хоть протестируем эту вальку новую. Давайте скинем одну и посмотрим, как она вообще бегает, как прыгает. Но она не прыгает, но не важно, в общем-то. ХП у нее достаточно много, как вы видите. И пушка, хоть и не фуловая, но дамажит так, ну, слабенько, скажем. Ну, кстати говоря, живет она нехило. Хотя вот лучницы уже нормально так дамажат и погибают они быстренько. Просто если учесть то, что в миксе их всего 14, это достаточно мало. Кстати говоря, там в характеристиках было написано, сколько лишит рейдж. Просто я не обратил внимания. Нужно будет потом посмотреть, ну или сейчас засеку и потом уже при монтаже увижу. Но, слушайте, рейдж лежит достаточно долго. И обычные войска, как я понимаю, будут действовать, да, под этим рейджем? Подождите, не будут действовать войска под этим рейджем? Фак. Я что-то не понял. Либо рейдж кончался уже, либо реально войска не будут действовать под этим рейджем. Я не понял. Ну, давайте вот сюда вот скинем еще. Блин, обычные войска, получается, под этим рейджем действовать не будут. Либо просто там рейдж кончался. Надо будет уже потом протестировать. Либо сейчас мы это с вами увидим, когда герои подойдут к какой-то погибшей валичке, скажем так. Так, ладно, закидываем вот так, вот закидываем вот так. Первый хил пошел, там бомбежечка просто у нас. Кстати говоря, хранителя, как всегда, я и забыл. Просто я обращаю внимание на валичек, поэтому и забыл. Но, в целом, я могу вам сказать то, что ничего сверхъестественного с этими вальками нету. Просто измененный вид. Ну и то, что они скидывают рейдж. Правда, я до сих пор не могу посмотреть, действует ли рейдж на героев или нет. Погибни, пожалуйста, одна валичка. И тем временем я накидываю на валик хил, чтобы они еще жили. Ну ладно, потом я уж как-нибудь протестирую. Но вроде бы как действует рейдж, хотя нет, подождите, это же было прожатие. Да, это было прожатие кинга, поэтому так быстро бегали. Но, в принципе, у меня есть еще 7 дней, неделечка. Я думаю, что я успею протестировать. А, все, я вижу. Все, я увидел, все-таки действует рейдж, просто радиус меньше. А так рейдж действует. По времени я так не считал, но я думаю, что секунд 15 примерно. 15-20, я думаю, что это много. Тем более, это обычный юнит, и при этом он еще и рейдж как бы кидает. Это профит однозначно. Так что, это годно. То есть, в атаку можно рейдж по факту не брать, а брать хилы, джампы там, клоны и прочее. Давайте вернемся домой. Я накопил уже ресурсов на прокачку последней башни лучниц. Но как последней? Теперь, конечно, не последней. Теперь нужно повторно качать. Но я поставлю последнюю башню лучниц до 18-го левла. И сегодня или завтра буду собирать на лагеря потихонечку. Один лагерь за молот качну. В принципе, а что меня держит? Что-то я туплю. Я же могу сейчас это сделать. Теперь у меня 285 мест. Балдежь, однозначно. Завтра ставим еще один, потом освобождается у меня два стро... Ага, сразу два строителя. Блин, это 30 миллионов надо, да? А нет, подождите, у меня же уже есть ресурсы. Это двадцатка. Еще 20 миллионов примерно надо. Это жесть. Но я нафармлю и специально в этот раз поставлю все лагеря, чтобы как можно скорее у меня было три сотни мест. Вы не поверите, нажал всего один раз и нашел вот такого вот рашерка. Ну, очень странная прокачка, но в целом мне как раз таки и нужны. Это три клунт спела, я не знаю, что тут получится, но мне кажется, ничего хорошего, так как хилы все-таки этим валькам нужны. Честно, мне показалось, что по хп все-таки для такого количества мест они слабоваты. И фул вальки, допустим, уже не могут сделать такого результата, как 45 или сколько там валик? Не, не 40, 30 по-моему. Я не считал, ну... Или даже 40. Короче, я не помню уже, сколько можно взять на три сотни мест, но там прилично. По-моему, по 8 мест они занимают, что ли. Что-то вроде этого. Так, эту область мы почистим героями. В центре я не буду уже запускать геров. Таранчика у меня, конечно же, нет. Ну, давайте, ладно, камни используем. Он у меня с пекусом будет. Ну, хоть какие-то войска для атаки будут, как бы, тоже профит. Также закинем чемпиона за клон спелем. А, блин, а там пека, да, будет клон спельная. Фак. Ну, ладно, как бы не важно. Давайте еще один клон спел вот сюда вот бахнем. И... В принципе, разнос пошел, я считаю. Да, разнос такой прям добротный пошел. Там колдуны еще есть. Там все есть, мне кажется. Рейджики прям на ура помогают. Давайте прожмем хранителя. Просто там жестко и месилово происходит. И... Я удивлен, насколько жестко сейчас происходит у нас атака. Это не заброшенная база. Это вполне такая... Ну, хотя нет, прокачка хреновая. Для валик в ловах, так еще и супер валик, это хреновая прокачка. Поэтому не буду я приукрашивать супер валика. Скажу так, что... Пока что они не впечатлили вообще. Я, конечно, еще протестирую мух. И да, кстати, я заметил, что теперь можно испытать этих юнитов. Я сейчас, скорее всего, выйду с этой атаки. И мы испытаем супер мух. Оказывается, теперь не обязательно пустить и испытывать уже в глобале. Ну, в глобале, конечно, приятней, чем так. Ну, понятное дело, что приятней. И на любой базе можешь протестировать. Но тут у нас шансов и возможностей других нету, кроме как протестировать на вот этой вот расстановочке. Но все-таки, все-таки... Хотя тут дефа очень мало, да, получается. Так, давайте одну супер мушку скинем. Она, получается, ПВОшка у нас фигачит. У нас в сообществе написали челики. Точнее, я написал, что в руках эта муха держит... Как его называют? Бомбу и ПВОшку в этой бомбе. Ну, короче, все в одном месте. Так, закинем в одно место, пожалуй, мушек. И да, кстати, тут банки даются рандомно. С одной стороны это хорошо, но с другой стороны и плохо. Была бы возможность протестировать по полному, было бы замечательно. Хотя, возможно, разрабы продуманы и специально так сделали, чтобы потом интерес не пропадал у игроков. И они все-таки юзали эти войска. А то, бац, протестировали, им не понравилось. Все, больше юзать не будут. Но, честно сказать, я не смотрел характеристики мушки. Наверное, сейчас гляну, если там написано. По идее, должно быть написано. И надо посмотреть, сколько занимает она места. Просто, если там места очень много, просто обычная мушка как бы два места всего занимает. Если там мест много, то мушка тоже полнейшая Г, честно сказать, будет. Банки я, конечно же, скидываю как криворуки. Но, в целом, это не важно. Я просто посмотрел на геймплей мухи. Ну, вживую, так скажем. Сам протестировал. Короче, давайте завершим. И просто ради интереса посмотрим характеристики мушки. Или же все-таки 23 мушки это фулл. Типа все, фулл лагеря в смысле. Требует места 12. 10 мушек это, блин. Это реально так мало мушек будет в лагерях у вас. То есть, 25 или сколько там мушек получается. Ну, на три сотни мест. Ну, короче. По сути, это не так уж и много. Но, пока что спорно. Короче, нужно тестировать в глобале. Либо, ну, я не знаю, где тестировать. Короче, не важно. Вы меня поняли. Просто, мне кажется, это опять полнейший шлаг. Но, пока что, неизвестно. На сегодня ролик заканчивается. Вот такой вот он получился. Спонтанный, неожиданный. Давно не записывал. Ну, и, конечно же, очень важный для нас, так скажем. Потому что это все-таки обновление. Хотя, я не скажу, что это обновление мне прям дико зашло. Спасибо за просмотр, друзья. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok